Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня у нас замечательная тема. Что вам несет ветер со снегом? Мы узнаем, какие новости вам принесет ветер со снегом. И у нас будет с вами участвовать три колоды. Это Таро Отшельника, Оракул Кипер и Таро Ангелов. Замечательные три колоды. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Итак, выкладывать наши четыре позиции я буду на Таро Отшельника. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на мой еще один канал Школа Таро Альвеген. И также на канал, который тоже мне принадлежит к гаданию заговора ритуалы Карина. Смотрите все три моих канала. Они все посвящены гаданиям и моей жизни. Итак, первая позиция у нас будет вот такая замечательная Божья коровка. Вторая позиция лягушка. Третья позиция цветочек. И четвертая позиция стрекозка. Неправильно положила. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. А эти три последние позиции я отставляю в сторону. Какие вести или просто, что вам несет ветер со снегом? Итак, наша первая карта. Что несет вам ветер со снегом? Десятку жезлов. Ну, вот из вашего окружения к какому-то человеку, человеку, скорее всего, мужчине, сейчас очень трудно в жизни, очень плохо. И вы об этом скоро узнаете. Узнаете о его сложных, ну, может быть, взаимоотношениях на работе, может быть, о долгах, может быть, о его взаимоотношениях в семье, со скандалами, там, да, с упреками. Вот придет человек и либо сам о себе расскажет, либо о нем кто-то расскажет. Но если он сам о себе будет рассказывать, то, скорее всего, будет именно плакаться. Плакаться о том, как ему в жизни не повезло, как ему плохо. И вы захотите, скорее всего, ему помочь. Мы никогда не встречаем чьи-то проблемы на своем пути просто так. То есть вы, скорее всего, решите помочь такому человеку, ведь это у вас близкий человек, скорее всего, мужского пола, может быть, очень близкий друг, может быть, брат, отец, а может быть, коллега по работе, ну, или любимый человек. Карта показывает, что вы можете такому человеку помочь систематизировать его какие-то проблемы, выстроить их в некую очередь и помочь их решить. На самом деле карта показывает, насколько нам в жизни нужна поддержка и помощь окружающих. Смотрим дальше, что там еще несет вам ветер со снегом. Короля мечей. А вот король мечей, это как раз ледяной такой, да, символ, символ льда в душе и в действиях даже, да, и во взгляде. Поэтому вот какой-то мужчина опять выпал, мужчина, и вы будете с ним в скором времени общаться, обсуждать какие-то важные дела. Этот человек действительно ходячая изморозь. Он может обдать холодом любого, кто находится в радиусе 10 метров. Он может заморозить и ваше сердце, будьте осторожны. Вы знаете, король мечей часто показывает человека, связанного с юриспруденцией, с медициной, с полицией, с военным делом. Почему? Потому что это очень прилежный специалист, который не зря учился, как говорят. Ну, также это может быть просто человек строгих правил и иногда даже консерватор. И, конечно, с ним иметь дело сложновато, но если вы найдете к нему подход, это будет верный союзник, который никогда ни в чем вас не предаст, не подставит. И это очень важно, конечно. Карта и хорошая в том числе, потому что, если вы спрашиваете совета у такого человека, конечно же, это принесет вам большой успех в жизни. Если этот совет человек вам даст, а он даст. Здесь ветер со снегом несет вам символ, символ этого холода. И раз так стихи здесь сочетаются с темой расклада, значит, все-таки человек, конечно, будет на вашей стороне и вам поможет. Смотрим следующую карту. Колесо фортуны. Этот человек встречается вам по судьбе. Вообще у вас идет поворот судьбы. Вы узнаете скоро что-то, что изменит вашу жизнь и изменит ее именно к лучшему. Колесо фортуны. Это значит, что фортуна на вашей стороне. Карта показывает, раз она рядом с королем мечей легла, что очень многое зависит от него. Именно он является спусковым крючком для того, чтобы ваша жизнь менялась. С одной стороны может быть такое, что сначала мужчина попросит помощи у вас, а уже потом вы воспользуетесь его услугами или его влиянием, а может быть и по-другому. Может этот человек поможет вам и с этим трудным мужчиной, и потом как-то и вашу жизнь поменяет. Карты хорошие на самом деле, потому что колесо вращается, жизнь меняется. Даже если у вас в жизни есть какие-то сложные ситуации, вот эти карты как раз-таки их и разрешают. Хорошо, давайте посмотрим оракул Кипер. Что вам несет ветер со снегом? Опять же идет мужчина, причем мужчина такой прям, ну, не знаю, там богатый, статный, мужественный такой, хороший человек, интересный, интеллигентный, да, настоящий альфа-самец. ну, опять же, мы видим здесь кого-то похожего между королем мечей и королем пентаклей, правда же, человек, который может влиять на вашу жизнь и на вашу судьбу, именно мужского пола, вы будете скоро общаться, от него будут вести, его вам несет ветер со снегом, в жизнь, в жизнь, да, может быть, для женщины это любовная тема, создание отношений, и довольно серьезных, человек меняет мою жизнь, да, ну, получается, что так оно и есть, но мужчина-то представительный, да еще и красивый, смотрите-ка, что король мечей у нас красавчик, что этот мужчинка, я думаю, что тут не просто так все, ух ты, еще один мужчина, да еще и самый главный, смотрите-ка, что тут творится, мужики-то вас обложили, если вы мужчина, вы явно попадаете в какую-то мужскую компанию, где вас научат быть настоящим мужиком, и после этого вы точно сразите на повал любую даму, и сможете стать еще и популярным, богатым, и добьете всего, пройдете по карьерной лестнице на самый верх, или будете воротилой бизнеса, а для женщины это целое собрание классных, статных, богатых, крутых мужчин, где же вы столько набрали, что происходит, дорогая женщина, откуда у вас целых три, целых три классных мужика, и один несчастный, как же так происходит, вы знаете, карты показывают действительно мужское общество, не зря мужские карты падают в таком изобилии, вы попадаете в мужское общество, и вам там нужно будет зафиксироваться, вертеться, и общаться, и это как проверка, как экзамен какой-то от этих мужчин, естественно, могут они из-за вашего расположения соревноваться, хорошо, ну давайте теперь посмотрим послание вашего ангела во всей этой ситуации, раз вам ветер со снегом столько мужиков нанес, пятерка чаш, вещи будут не такими, как вы надеялись, что упущено, того не воротишь, вот не держитесь за то, что было в прошлом, реально не держитесь, ни за сложных людей, ни за сложные связи, какие-то отношения, вот упущенный шанс, упущенный, все, идите дальше, вы на что-то надеялись, оно не такое, как вы надеялись, идите просто дальше, девятка динариев, наслаждение небольшой роскошью в жизни, проведите немного времени наедине с собой, в тишине, успешная самостоятельная предпринимательская деятельность, вот видите, сразу же денежная карта пошла, дьявол, послание архангела Джефиила, ложное чувство провокации вследствие излишней сосредоточенности на материальных вещах, вот сильно на денежках-то не зацикливайтесь, да, отрицательные или основанные на страхе мысли, денежки полностью не должны вас волновать, но вы будете зарабатывать, пятерка мечей, вы приняли не самое мудрое решение, подумайте, что вы можете сделать в данной ситуации, рассмотрите все мотивы, смотрите, что тут карты говорят, если идет сначала ситуация, которую вам надо отпустить, отпустите ее, ну, бывает такое, что вещи не такими являются, какими вы их видеть хотели, но все еще можно изменить в вашей жизни, в вашем положении, так скажем, просто идите вперед, дальше вы заработаете, у вас будет много денег, вы разбогатеете, у вас появится небольшая роскошь, вы будете наслаждаться, но не циклите на этих деньгах, иначе вы примете не самое мудрое решение просто из-за этой зависимости, ну, вот такой совет вам дали карты от ангела-хранителя, и вот то, что вам принес ветер со снегом, а мы идем к позиции номер два, итак, наша лягушечка, квакушечка, давайте смотреть, что несет вам ветер со снегом, да, десятка пентаклей, ну, он несет умение гнуться, гнуться и фокусничать, благосостояние, богатство, процветание и совместные какие-то дела с человеком противоположного пола, смотрите, во-первых, карта показывает, когда люди в сочетании друг с другом очень хорошо, может быть, прогибаются друг под друга, подстраиваются друг под друга, то есть, какая-то пара, да, в вашей жизни вторая половинка вам помогает, и вы каждый подстраиваетесь под второго, то есть, есть такой момент, что вместе можно жить гармонично только в этом случае, когда ты на второго человека и он на тебя смотрите лояльно, да, когда вы терпите недостатки друг друга и подчеркиваете достоинства, также карта показывает денежки, благосостояние, богатство, процветание, цельная, хорошая энергетика, аура, то есть, когда аура плотная, без пробоев, и вы можете процветать, и, конечно же, ветер со снегом несет вам именно стабильность в жизни, благосостояние, счастье, радость и семью или просто единение с каким-то человеком, тут еще собачка есть, верный друг, помощник, соратник, тот, кто никогда тебя не оставит, будет всегда за тобой ходить, то есть, именно так, будет ходить по пятам, не захочет оставлять тебя, да, ну, хорошо, посыл тут замечательный, ветер со снегом несет добро, смотрим следующую карту, девятка пентаклей, ну, опять же, девятка пентаклей, это карта богатства, да, богатства, улучшения финансового положения, но и духовного роста, то есть, если у вас появляются деньги, если у вас есть процветание, если вы с кем-то в тандеме очень хорошо не только живете, но и зарабатываете, и у вас там, не знаю, есть совместное дело, семейный бизнес, или вы просто помогаете друг другу, каждый поддерживает второго, да, на его профессиональном поприще, и получается, что вот это благосостояние, оно всегда дает развитие и духовное, и никогда не упускайте возможность духовно развиваться, повторяйте молитвы, повторяйте мантры, садитесь в медитацию, старайтесь слушать духовных учителей, садхгуру послушайте, еще кого-то послушайте, саибабу послушайте, саибаба, он сейчас не в физическом теле, но он оставил очень много наследия, в том числе видео на ютубе, книги, я вот ему вообще, вот я его обожаю, просто его люблю, прям люблю, это мой отец, я его называю своим отцом, и естественно, это аватар Всевышнего, попробуйте послушать его при мудрости, попробуйте послушать, может быть, какого-то духовного учителя, которого вы признаете, но сам факт, что если у вас есть богатство, вам нужно и духовно процветать, иначе ваше богатство вы не удержите, вот вам это надо понять, что нужно процветать и духовно, почему, потому что с помощью вашего богатства вы можете сделать добро людям, смотрим дальше, что еще там вам ветер со снегом принес, семерку мечей, вот видите, вот видите, тут идет уже какая ситуация, да, у вас появились деньги, потом есть обманщик, и потом у вас уже не так много денег, берегитесь воров, берегитесь мошенников, берегитесь людей, которые могут позвонить вам по телефону, попросить назвать номер карточки, написать вконтакте, написать в ватсапе, в телеграме, вот недавно у меня был случай, мне написали ватсап, спросили тарифы на расклады, я скинула, человек, значит, сказал, я подумаю, на следующий день мужчина, притворявшийся женщиной, написал мне, скиньте мне номер карты, я хочу оплатить расклад, скидываю номер карты, а я же при этом работаю с людьми, то есть у меня очередь, каждый день огромная очередь, и все они идут онлайн, то есть я в это время на связи с человеком, скидываю голосовые, расклад, и начинают идти, я скидываю номер карты, а мне начинают идти целые кучи звонков, сообщений от роботов, которые говорят шестизначный код, представляете, и естественно, как бы этот человек, мошенник, он попросил номер карты, думая, что я сейчас спрошу, а что это за код мне прислали, это вы пытаетесь оплатить, и он бы сказал мне, да, я бы сказала, ну, код этот, и у меня бы списали все деньги с карточки, поэтому думайте всегда, прежде чем что-то делать, даже в попыхах, у меня как раз очередь народ, но я все равно не растерялась, и не растеряюсь никогда, надеюсь, потому что, да, сейчас есть много мошенников в социальных сетях и везде, но вы можете не поддаваться этому, просто не делайте глупостей, у меня есть клиенты, которым звонят по телефону и кричат в трубку, что на них взята целая куча кредитов, а они, мол, звонят из службы безопасности банка и начинают карту, вот ваши данные паспорта давайте, номер карты давайте, фамилия, отчество, там матери, там еще что-то, всякие пароли, человек все называется, типа это же служба безопасности банка, ну и все, и потом на него действительно и кредиты взяты, и денежки все списаны, и по 400 тысяч, и вот всяко, поэтому будьте осторожны, у вас четко прослеживается, видите, ветер со снегом что несет, вы будете богаты, у вас будет много денег, десятка пентаклей, легла с девяткой пентаклей, прекрасные карты, а удержать как, удержать как, ну проявите уже благоразумие, рядом мошенники, так, смотрим дальше, иерофант, видите, иерофант, духовно вы все равно вырастите, ну, если такая ситуация родится, понятно, вырастите и духовно, после такого-то, поэтому, может быть, вам не терять ваши денежки, а расти духовно сразу, о чем я и говорила выше, а так получается, что, конечно, потом будете обращаться к человеку, который никогда корыстно не работает, который за справедливость, ну, а зачем вам эти юристы, зачем эти специалисты, все, можете просто никому не доверять, из мошенников, вот и все, смотрим дальше, что там еще вам несет ветер со снегом, ну, конечно же, прекрасная леди, привилегированная леди, которая отдаёт предпочтение, вот если вы женщина, вам мужчина явно отдаст предпочтение, вы для него будете женщиной номер один, у мужчин часто много женщин, особенно у достойных, но они выбирают одну, свою любимую, даже если его окружают красотки, даже если они проявляют к нему внимание, они выбирают только одну женщину для себя, да, ту, которую они любят, вот у вас такая ситуация, вы можете найти, если вы женщина, прекрасного, достойного мужчину, но он выберет только вас, и никак иначе, потому что вы для него самая любимая, если вы мужчина, у вас будет какая-то женщина, которой вы отдадите предпочтение, конечно, и она будет прекрасна, и здесь даже ещё и состоятельна, так, видите, тяжёлая работа, и дом, тяжёлым трудом вы будете зарабатывать себе на недвижимость, или вам придётся в какой-то период, в скором времени, тяжело потрудиться, чтобы всё-таки недвижимость эту купить, бывает такое, что хочешь дом получше, квартирку получше, и нужно побольше поработать, чтобы купить то, что ты хочешь, приобрести то, что именно ты хочешь, и никак иначе, хорошо, что вам скажет ваш ангел-хранитель, давайте посмотрим, какие интересные вам новости, ветер со снегом тут несёт, тройка чаш, праздник, свадьба, ничего себе, окончание учебного заведения, или рождение ребёнка, вам необходимо развлечься, какая хорошая карта, необходимо развлечься, королева мечей, независимость, опыт, реалистичность, остроумие, какая-то женщина вам встретится, объективное принятие решения, избавьтесь от того, что вам мешает, относитесь к данной ситуации с юмором, смотрите на всё объективно, старайтесь рассуждать логически, принимайте решение только верно, так, король жезлов, вот видите, женщина легла с мужчиной, мотивация, совершенство, амбиции, харизма, сосредоточьтесь, сосредоточьтесь, и ещё раз сосредоточьтесь, будьте проницательны, будьте лидером, давайте советы другим, будьте лидером, так, ну и мужчинка какой-то, башня, послание Архангела Чамуила, важный жизненный случай, открытие, которое очень важно, и которое будет являться причиной дальнейших изменений, время расправить ваши крылья, видите, какое интересное послание от вашего Ангела-Хранителя, мы сегодня услышали, ну вот такая позиция номер два, будьте бдительны, а мы перейдём к позиции номер три, наш цветочек аленький, ой, он не аленький совсем, ну давайте посмотрим, что вам несёт ветер со снегом, король жезлов, мужика несёт ветер со снегом, огненного, яркого, красивого, может быть рыжего, но тут какой-то он седой или русый, не поймёшь, да, ну вообще обычно просто огненный мужик, у которого характер такой, ух, прям эгэгей, и, ну естественно, он всё любит контролировать, он с жаром рассуждает, он такой весь самец, альфа-самец, человек, который любит страсть, эмоции, которому скучно в таких вот прям мирных-то отношениях, ему хочется всё время ревновать, ему хочется что-то выяснять, он такой вот весь вот прям, покажи мне свой телефон, да, ну а если это работа с таким человеком, то это хороший бизнесмен, с ним кашу сварить можно, он деньги воротит только так, у него получается, да, а вот если вы мужчина, конечно, вы встретите дельца, дельца, который может вам вместе составить хорошую партию в бизнесе, ну или клиент, очень надёжный клиент такой, следующая карта, семёрка жезлов, ну прекрасная карта, она показывает, что вы выстоите в любых сложностях работы, и, ну вы конкурентоспособный человек, конечно, ветер со снегом несёт вам борьбу, борьбу за своё место под солнцем, борьбу в работе, но на вашей стороне король жезлов, вместе вы одолеете любого врага, любого конкурента, да, и будете наращивать обороты, могут быть прибавления в деньгах за счёт вашего упорства. Шестёрка мечей. Шестёрка мечей показывает, что вы пытаетесь выплыть, выплыть из трудностей в жизни, и, ну, ветер со снегом несёт вам возможность избавиться от проблем или долгов, или избавиться от кредитов. Воспользуйтесь этой возможностью, боритесь, потому что ни долгов, ни кредитов, конечно, у вас быть не должно, и шестёрка мечей об этом и говорит, что выплыть у вас получится, высшие силы вас вытолкнут на поверхность. Более того, карта показывает очень часто, что человек может избежать каких-то проблем в жизни и избежать трудностей благодаря тому, что умеет молчать. Поэтому молчите, что бы вы не услышали, молчите. Ни про кого, никому ничего не рассказывайте. Тройка жезлов показывает, что скоро вам предстоит либо встретиться с иностранцем, ветер со снегом несёт вам иностранца в жизнь, либо это встреча со старым знакомым, либо это знакомство с иностранцем, и также может быть поездка за границу, построение планов на будущее. Приготовьтесь много действовать, приготовьтесь быть активным человеком в жизни, много придётся чего переделать. Так, хорошо, что-то скажет Кипер. Что вам несёт ветер со снегом? Путешествие. Видите, Джорни, путешествие. Тут у нас на поезде путешествие, но путешествия, сами знаете, разные бывают. Куда-то вы поедете, это совершенно точно теперь уже. Тройка жезлов легла, и Кипер тут же помог. Говорит, путешествие тебя ждёт, ветер со снегом уносит вас от нас, и куда-то вы улетаете вместе с этим ветром, да? Хорошо. Куда вас понёс-то там ветер со снегом? Ух ты, ух ты, выигрыш будет, джекпот сорвёте, да? Будет большая прибыль, большой куш. Сорвёте большой куш, вы станете богаты на новом месте, вы станете процветать, вы будете невероятно сильны, невероятно здоровы. Не знаю, у вас всё будет хорошо прям. Богатая, счастливая жизнь, процветание. Вот куда вас уносит ветер со снегом. А вот здесь, смотрите, кто-то у вас сидит за решёткой, просит вашей помощи, или у кого-то есть опасность. Из знакомых ваших присесть за решётку и будет просить, помоги мне, помоги мне. Есть ещё вариант, кто-то из вашего окружения очень сильно ограничен будет. Ну, допустим, вы можете выехать куда-то, а человек не может. И пытаетесь вы ему помочь, и ничего не можете сделать. Может, вам не стоит держаться за этого человека. Семейная комната показывает, что этот человек должен сидеть дома. Вы поедете, а человек останется. И может быть так лучше. Ну, судьба так распорядилась, а вам не надо держаться за этого человека. У него проблемы с выездом. Это его проблемы. Может, у него пристава ограничили бы выезд. Может, ещё что-то. Ну, если это просто знакомый, что вам с этим разбираться? Другое дело, если это любимый человек, да, ну, там уже вам тогда решать. Может быть, вы будете процветать на новом месте и сделаете ему лучше. А человек приедет потом. Такое тоже бывает. Хорошо, смотрим совет вашего ангела, хранителя. Двойка чаш, отношения, которые станут ближе, прощение, положительное разрешение конфликта. Но в личной жизни у вас всё равно всё будет хорошо. Скорее всего, это не ваша половинка. Это, скорее всего, кто-то просто из знакомых, кто хочет дорваться до того же, что и вы, но не тяните за собой никого, а просто добивайтесь сами. Сами, но не обязательно держаться за знакомых, да. Жрица, послание Архангела Ханиила. Доверяйтесь своей интуиции, будьте терпеливы, хорошо подумайте, прежде чем начнёте действовать. Вот подумать всегда надо, всегда надо. Влюблённые, послание Архангела Рафаила. Интимные отношения, тщательно взвешивайте свои решения. Хорошее здоровье. Видите, какие послания вам ангел даёт, какие намёки, да, у вас там в личной жизни что-то такое. Девятка Жезлов. Не сдавайтесь. Защищайте то, что вы сделали. Имейте храбрость и верьте в себя. Ну вот такой вот ответ по третьей позиции. Я считаю, это прекрасный ответ. И у вас тут много каких намёков от ветра со снегом. Поэтому, ну, думайте, думайте. А мы перейдём к позиции номер 4. Наша стрекоза. Давайте смотреть, что вам несёт ветер со снегом. Ух ты! Туз Пентакли принёс ветер со снегом. А вы знаете, на этой колоде, даже на обложке, вот эта вот карта, да, Туз Пентакли. Интересно. Карта счастливая. У вас счастливый талисман выпал. Вы под защитой небес, под защитой высших сил. Ветер со снегом несёт вам большие деньги, процветание богатства, улучшение здоровья. И послание от высших сил, что они вас берегут, что они на вашей стороне, что у вас всё будет хорошо, прекрасно, великолепно. И скоро у вас улучшится доход. Так что не переживайте ни о чём. Идите вперёд, потому что доверьтесь просто Богу. Молитесь, доверьтесь Богу, потому что Бог ведёт вас к всему самому лучшему на сегодняшний день. Двойка кубков. Двойка кубков. У вас ещё и половиночка. Вот высшие силы, ветер со снегом, да, посылают вам вторую половинку. И принесёт её такая стужа. Вот смотрите, ветер со снегом. Это же так неприятно. Зато прилетит ваша вторая половинка к вам. И у вас будет тёплая, такая приятная снежная зима. Когда вы обниметесь и будете укутываться пледом и смотреть на горящий огонь в камине. Так. Туз Пентакли с двойкой кубков. Это прекрасно. Но тут же выпал дьявол. Здесь дьявол это конкретно мужчина. Мужчина, который соблазняет. То есть мало того, что у вас будет вторая половиночка, будет ещё кто-то вас соблазнять. Если вы мужчина, вас будет, конечно же, соблазнять дьявол женщина. Дьяволицы тоже в обилии водятся на планете Земля. Но всё-таки, да, большей частью у нас женщины гадают. Будет мужчина вас соблазнять, будет тянуть в свою сторону. Но у вас будет любимый человек. Ваша вторая половинка. И, ну, откажите дьяволу, как бы он вас не соблазнял. Не ведитесь на его уловки. Хитрый какой. Хочет от нормального человека увезти. Ну-ка, дайте ему по носу. Пусть сатана идёт отсюда. Да подальше. Так. Девятка кубков. Ух ты, какая интересная карта. Карта раскрытия и как женщины, и в сексуальном плане у человека, да. Укрепление энергетики, очистка ауры, процветание духовное, процветание материальное по этой карте, красота невероятная. Вы знаете, эта карта, она даже показывает часто, что вы можете пойти в салон красоты, на шопинг, украсить себя, сделаться очень красиво, если вы женщина. Если вы мужчина, тоже можете себе создать новый стиль, прическу, поухаживать за собой, сделаться гораздо лучше, красивее. Вы знаете, эта карта, она говорит о том, что человек, ну такая вот личность, которую многие стали замечать. Вы многим нравитесь, вы вызываете восхищение у окружающих людей, и соответственно, вам хочется украшать себя все больше и больше. И на это у вас будет хватать денег, потому что эта карта, по сути, исполнения всех желаний, богатства. Ну вот еще тут есть момент, она же легла с дьяволом, с нашим. У вас вот любовь, да, любовь будет, но вы будете все равно иногда испытывать притяжение к дьяволу. Уж не делает ли он привороты на вас? Интересно. Что скажет кипер? Опять влюбленные, вы посмотрите, опять половинка ваша к вам идет, да, ветер со снегом несет половинку к вам. У вас будет сильная любовь, крепкая любовь и вмешательство дьявола в эти отношения. И опять, главное, любовь, да, любовь. Смотрите, как интересно. Ага, общество, общество. Ну, придется вам с обществом считаться, конечно, и с вашей семьей, и с работой, и со всем. Ну, в обществе у вас будет гармония, я бы так сказала по этой карте. Изменения, видите, идут в жизни, изменения. То есть, у вас может быть переезд, может быть перемена места работы, жительства, да, как я уже говорила, переезд. И также по этой карте просто перемены в жизни, вот какие-то глобальные, ну, такие как брак, вступление в брак, да, там, не знаю, получение наследства, смена работы, смена деятельности, смена бизнеса, тоже бывает такое. Ну, и ожидание какое-то, то есть, вот этих изменений вы долго ждали в жизни, долго ждали. Ну, вот они скоро наступят, ветер со снегом несет их вам. Хорошо, смотрим теперь послание вашего ангела-хранителя. Восьмерка чаш, желание идти дальше, поиск чего-то более значащего, духовный и эмоциональный рост, о чем мы и говорили, ангел тоже самое говорит. Тройка динариев. Тройка динариев показывает власть творческого потенциала, признание для очень высококачественной работы, будьте командным игроком. Да, старайтесь от вашего коллектива ни в чем не отставать, или от клиентов, да, не отгораживайтесь. Семерка жезлов. Защищайте свои взгляды и решения. Стойте на своем, ведите сражение мудро, то есть, у вас будет конкурент, конечно. Так, и последнее послание, туз, чаш. Влюбленность или всплеск отношений, духовный рост и повышенная интуиция, новый дом. Интересно, все-таки вот как будто изменения связаны с переездом. И опять же, любовь, любовная любовь. Смотрите-ка, как четвертая позиция проигралась. Ветер со снегом здесь принес сильную, дикую, страстную любовь. Ну вот такая позиция, номер четыре. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы подпишетесь на канал Live. Ставьте лайк этому видео и пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч!